Итак, первая стадия стресса — это кризис. То есть человек пытается изо всех сил вернуть то, что ему, как он считает, положено. Вот он поверил не в то, что надо. И эта вера, естественно, что это будет уходить из-под ног. Потому что верить надо только в Бога, понимаете? Никто Бога не заменит. Никогда. Поэтому если мы пытаемся тянуть что-то из чего-то, как из Бога, то это всегда от нас уходит неизбежно. Вот. Ну так устроен этот мир. В результате, ну, допустим, мать верит как в Бога своего ребенка. Что дальше? Ребенок ее бросит? Нет. Она ее не бросит, она будет сильно психовать рядом с ней. Он будет злиться, даже если он маленький совсем ребенок. Он будет злиться, не подпускать ее к себе, топать ногами. Он не будет счастлив ни секунды с такой мамой, потому что она будет высасывать из него все силы своим пониманием вещей. Он будет сопротивляться всеми фибрами своей души и ее присутствию. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Делайте вывод. То есть стресс неизбежен. Стресс неизбежен в этой ситуации, понимаете? То есть надо реально задуматься о том, от кого я хочу получать силы. Если я получаю силы от своего ребенка, как от Бога, значит, когда ребенок покинет меня, то есть в отношениях имеется, он не будет хотеть со мной иметь дело. И это страшная ситуация в жизни. Итак, первая стадия. Я пытаюсь вернуть со всей силы то, что потерял. Эта стадия длится до тех пор, пока у меня сил не закончатся. Понимаете, человек, когда он что-то теряет, самое главное, он будет все силы отдавать на то, чтобы вернуть, что он потерял. Поэтому вторая стадия стресса называется шок. Знаете, что такое шок? Когда силы закончились. У человека нет сил. Он не может ни есть, ни спать. Он в постоянном напряжении находится вот такой. Он нормально разговаривать не может. У него нет сил решать какие-то вопросы, работать, общаться, думать о ком-то другом. Он просто находится в таком состоянии, в котором нет возможности ни о чем даже подумать. Просто оцепенение какое-то психическое. Потому что силы кончились. У человека нет возможности. Он просто истощен. Кто из вас испытывал такое состояние? Значит, вы вошли в сильный стресс, входили. Насколько вы быстро вышли из него, неизвестно. Но вот этот шок, стадия шока, если она длится больше двух недель, ну или хотя бы даже две недели, то это значит, что вы входите в длительный стресс на несколько лет. А если эта стадия длится пару дней, значит, это не стресс, это стрессовая реакция. То есть это продлится, может быть, до полугода. Различайте эти вещи. То есть если вы вышли из шока быстро, смогли, значит, вы вышли из стресса также. Шок запускает длительное протекание вот этого процесса, в котором человек должен восстать против своей безысходности, должен воспрятать духом. Это непросто сделать. Третья стадия называется отрицание. Человек пытается, выйдя из шока, пытается сделать вид, что все хорошо. Он ищет людей, которые ему скажут, что все хорошо. Он ищет всяких астрологов, психологов, которые ему скажут, что все вернется, все будет нормально. И если он находит таких людей, он потом и, кстати, на всю жизнь остается благодарным. Потому что как раз на этой стадии человеку именно это и надо говорить, что все будет хорошо. В это время он правду слышать не готов. Те люди, которым пытаются какую-то другую правду в это время говорить, они его разрушают. Отлично. Гнев. Следующий. Все это касается. Гнев означает... Ну, понимаете, что такое шок и следующая стадия? Они длится очень коротко. Шок длится две недели, отрицание еще пару недель. Ну, то есть человек фактически, чтобы ему выйти из шока, ему надо обмануть самого себя. Ему надо как-то откуда-то силы брать, понимаете? Иначе он с ума сойдет. Кстати, с ума исходит. Вот это, когда человек не выходит из шока, то это состояние, психическое заболевание, называется кататонический ступор. Я когда был в психиатрической больнице, там показывал этих пациентов. Один пациент вот стоит и вот так делает рукой. Я говорю, а что он делает? Он мне объяснил, врач, что в тот момент, когда у него как бы ум сломался, сходит с ума, говорит, сходит сразу. Знаете, что тут сойти с разума? Это пьяницей стать, допустим, привычку какую-то вредную заиметь. Это называется сойти с разума. Человек, который сходит с разума, может опять вернуться назад. Это не проблема. Мы периодически, каждый день с разума сходим, потихоньку расслабляемся. Вот. Сегодня с разума сошел, меня перекормили. Давали-давали вкус. Не заметил, как объелся. Вот. Тоже, значит, сошел с разума. Ну, потом опять зашел на разум. То есть, это нормально. А вот сойти с ума это ненормально. Потому что ум, это каркас психический человек. Разум имеет подвижную природу, а ум имеет подвижную природу. Ой, разум имеет подвижную природу. Поэтому, ну, человек сошел с разума, зашел на разум. Это все двигается, меняется. А ум, его нельзя ломать. Если он сломан, то потом восстановить очень сложно. И вот у этого человека ум сломался в тот момент, когда он расчесывался. Не выдержала психика в этот момент. И в этом каркасе психическом произошел вот сильный сбой. И в результате человек всю жизнь расчесывается, понимаете? Называется кататомический ступор. Я говорю, а где расческа-то? Он говорит, если ему сейчас расческу дать, он себе волосы раздерет 20 минут в кровь. Поэтому он без расчески расчесывается. Красно? Поэтому не позволяйте себе страдать. Некоторые люди думают, как классно, что я за это, за все страдаю. Но это вовсе не классно никому. Нет страданий никакой пользы вообще. Человек должен только побеждать судьбу. Он должен учиться быть счастливым. Он должен учиться к счастью, идти всегда в жизни, а не к страданию. Итак, после отрицания четвертая стадия — гнев. Гнев означает, что человек начинает проклинать кого-то. Ему надо найти источник. Он идет к бабкам-гадалкам. Они для этого как раз нужны, чтобы посадить человека на гнев. И она говорит ему, да, все нормально, тебя сглазили. Вот этот человек тебя, он виноват в твоих всех проблемах. Вот один человек всего виноват. Вот этот вот. И он тебя сглазил просто. И человеку, а что остается делать? Он не знает выхода, он думает, о, точно. И все. И он находит причину своих проблем. Это означает, что он остается на этой стадии гнева очень долго. Ни в коем случае нельзя оправдывать свой гнев. Не надо в это верить. Ну, гневаешься и гневаешься на кого-то. Что делать с этим? Вчера одна девушка подошла и ко мне говорит, я разгневалась на свою папу. Что делать? Я говорю, ничего не делать. Разгневалась, надо помолиться, пожелать счастья, настроиться хорошо, простить себя, его простить. Потом позвонить ему, сказать, папочка, ну это я вообще не обращаю внимания на то, что произошло. Это просто, ну вот из-за того, что у нас близкие отношения, иногда вот такие вещи происходят. А так я тебя люблю, как бы все нормально. Но я ничего под этим не имела в виду. Поднимите руку люди, которые никогда ни на кого, на близких не гневались. Есть такие? Нет, у всех гневают. У всех срывают крыши иногда, потом они восстанавливаются, прощения просят. Поэтому после гнева что надо сделать? Надо просто вспомнить, что ты вышел из равновесия просто и все. И сказать себе, все простите, перед всеми извиниться и опять дальше жить. Вот что надо сделать. А если человек из своего гнева телософию создает, думает, ну я разгневался, это праведный гнев. Вот я теперь так и буду жить в этом гневе, чтобы он доказать, что я прав. Вот этот человек свихнется, он не сможет нормально жить. Гнева не бывает праведного. Разгневались, просите прощения. Попросили прощения, хорошо. Если кого-то надо наказать, замечательно, это нормально. Допустим, вам надо наказать врага, он разрушил страну. Хорошо, нормально, идите воюйте, наказывайте. Гневаться не надо, гневаться не надо. Гнев разрушает концентрацию, человек не может воевать в гневе. Надо спокойным быть. Понимаете, надо наказать кого-то, накажите. Человек совершил подлость, ну посадите его в тюрьму и простите его при этом. Это нормально? Нормально, что он должен быть наказанным, если он совершил грех. Что тут плохого нет? Если он раскается, ну не сажать. Сердце прощения почувствовал, что Бог простил. Но гневаться на человека не надо. Злоба, гнев — это разрушение своей жизни. Итак, мы гневаемся на четвертой стадии. Эта стадия длится несколько месяцев. Человек ругает судьбу, там кто помешал. Или гневом становится сам человек, который его бросил. Или гневом становится источник его проблемы, или кто-то другой. Неважно, человек гневается. Потом дальше, на пятой стадии, когда он перегневался уже, ему уже надоело, он видит, что это не помогает. Имейте в виду, что все, что человек в стрессе делает, он делает для того, чтобы выйти из стресса. Он думает, что если сейчас поругаюсь хорошо, значит мне будет легче. Больше ничего не остается делать, как ругаться. Он ругается, ругается, легче не стало. Поднимите руку, у кого эта стадия была. Легче же не становилось, правда? Легче не стало, и потом после гнева наступает следующая стадия, пятая, которая называется спор. Ну, то есть, включается у человека сердце, совесть, и он думает, наверное, не зря меня бросили. А другая часть его мышления говорит, нет, я же хороший. Мне нельзя так со мной поступать вообще. Это он плохой, а я хороший. Ну, то есть, идет борьба в уме между тем, кто хороший, кто плохой. Стадия спора длится дольше, чем стадия гнева. Может быть, 4-5 месяцев. После этой стадии спора наступает вина. Человек наконец-то понимает, что он плохой. И на стадии вины интересные вещи происходят. Ко мне приходит женщина. Говорит, Олег Геннадьевич, я грешница. Я говорю, замечательно. Что с вами случилось в рассказах? Ну, он говорит, у меня муж святой, а я грешница. Я вот со святым человеком жила, вот грехов на себя вела, вела со святым человеком. И он мне все время говорил, что ты грешница, а я святой у тебя. Я говорю, стоп, святые люди о себе так не говорят. Давайте дальше продолжим. Святой человек смиренный очень. Он себя грешником считает, а грешный человек себя считает святым. Обычно. И так, я ей так уточнение сделаю, она задумалась. Говорит, ну, у меня исключение, наверное. Вот. Ну, и вот я грешница, жила вот со святым человеком. И потом он мне говорит, я, говорит, нашел себе возвышенную женщину, а ты, грешница, теперь живи одна со своим грешным ребенком. А мы, возвышенные, будем жить отдельно. Я говорю, замечательно, но хочу уточнить немножко, что возвышенные люди никого не бросают. Они всегда остаются верными. Вот Бог дал человеку, и они вот вам вот всю жизнь прожила своим мужем. Наверное ему всегда было. Вот это возвышенные люди. А грешники делают вид, что они возвышенные, и бросают своих близких под каким-то предлогом. Например, нашел вторую половинку себе. Можно бросить жену с несколькими детьми. Вот это грешники так себя ведут. А возвышенные люди так себя не ведут никогда. Они терпят ситуацию в жизни. И она говорит, да, Олег Геннадьевич, а как так? Почему я вот чувствую, что он возвышенная, я грешница, мне так кажется. Мне говорит, потому что вы в такой стадии находитесь сейчас стрессом. Он говорит, точно, раньше я так не думала, что ты последнее время мне такие мысли начинаешь в комнате. Ну, то есть вина, стадия вины, человек себя обвиняет, думает, я сейчас себя пообвиняю, и все мне легче станет. И он себя шурует, обвиняет, обвиняет изо всех сил. А легче не становится, потому что Богу это тоже не надо. Знаете, некоторые люди думают, что я раскаиваться означает обвинять себя. Как один ученик подошел к своему наставнику и говорит, вы знаете, я хочу вам очень сокровенную вещь такую сказать. Он говорит, ну скажи, я такой падший, вы не представляете, какой я падший, я самый падший. Наставник посмотрел на него и говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все. Иди, что-нибудь полезное начни делать, хватит о себе думать. Ну, то есть я грешный, я не грешный, это все я, понимаете? Пока человек о себе думает, он из стресса выйти не сможет. Можно о себе и так думать, и сяк, это все действует, неправильное чувство собственного достоинства, оно не приводит к победе. Победе приходит, когда я от себя забываю про себя, начинаю делать что-то другим. Но в состоянии стресса этот способ не работает. Невозможно отвлечься от себя, потому что стресс делает человеку постоянную боль. Когда человек больно, 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 он не может отвлечься от себя. Он не может никому ничего сделать. Может, он будет что-то делать, но это не будет бескорыстный настоящий поступок, он просто будет автоматически может что-то делать для других. Просто для кого-то сделать что-то в стрессе невозможно, потому что очень больно изнутри. И человек думает, вот я сейчас себя помучаю сам, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот я себя помучаю немножко сам, и, наверное, мне станет легче. И он поэтому раскаивается, говорит, я грешен, я плохой, я-я-я, я-я-я-я-я, ничего не меняется, все остается как было. И дальше наступает паника. Это седьмой этап развития стресса. Человек уже попробовал все, у него ничего не получилось, потому что единственный выход только один есть. А даже если человек лекцию послушал и знает этот выход, все равно это знание очень поверхностное. Потому что надо реально в глубине в своем сердце понять, что только Бог является единственным источником, побеждающим судьбу. Надо очень глубоко это понять, иначе без этой глубины человек не способен побеждать судьбу. Итак, дальше восьмой естественный выход называется депрессия. Депрессия. Что такое депрессия? Когда сил уже нет бороться за свою жизнь, шока тоже нет. Вроде чуть полегче стало, выхода нет никакого. И человек живет как растение. Он просто вот ходит, что-то делает, и жизнь как в тумане. То есть он смотрит на все, ничего его не радует. Ни природа, ни люди, ни храмы, ничего. Он просто живет вот, и ничего его не радует в жизни. В печали живет. Девятая стадия означает, что у человека в сердце что-то щелкнуло, и он решил, все, хватит жить в печали. Нужно поверить в своем сердце, что я могу быть счастливым. Поверить. Очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. Человек еще не знает, где находится это счастье. Но он вот после депрессии, он решает, или я сейчас помру, потому что депрессия разрушает здоровье, или я должен узнать, что счастье есть. Решить для себя в сердце. Есть счастье. А где есть, пока непонятно. И поэтому следующая стадия какая? После депрессии, следующая стадия – это поиск. Человек начинает слушать лекции, начинает везде все изучать. Он ищет, ищет вот то, во что он поверил, что счастье есть, и он приходит на лекции, он слушает с целью понять, это это или нет. Счастье идет от этого звука. Вот здесь о счастье говорят, то, что я ищу или нет. Ему не важны слова, ему важно, какой дорогой я иду. Человек в это время очень сильно интересуется, он ищет панаитию, он ищет свою счастье. И дальше, следующая, десятая стадия, когда человек нашел, он начинает идти правильным направлением в жизни, он начинает работать над собой, начинает развиваться как личность. И в это время он принимает реальность, он трезвеет. Листики распускаются, солнышко блестит, ласточка с весной, в сене к нам летит. Ну, то есть травка зеленеет. Он начинает видеть мир, а до этого все было пустым для него. Начинает видеть, он начинает взаимодействовать с ним, у него жизнь начинает петь в жизни, потому что он правильной дорогой идет товарищи. Вот нужно эту правильную дорогу, когда выбирает человек, то все, он начинает все восстанавливаться, у него все. И десятая стадия — это принятие реальности, отрезвеет человек. Одиннадцатая стадия — начало перемен. Человек начинает чувствовать, что жизнь пошла. Она еще не такая сильная, она не течет, как раньше. Ну, по крайней мере, уже пошла. Он чувствует, что все восстанавливается. И двенадцатая стадия — это принятие пути. Человек реально утверждается в своем пути духовном и начинает очень сильно развиваться как личность. Та жизнь, которая была до стресса, до свидания, это фактически другое существование для него. После стресса человек заново рождается, как заново жить начинает. И у него совсем другая жизнь, уже другая реальность, другие люди вокруг, все другое. Ну, я не имею в виду, что он разрушает семью, просто он по-другому на всех смотрит. У него другой взгляд на все. Двенадцатая стадия — это возможности. Бог дает такому человеку все для развития. Двенадцатая стадия — это четкое понимание, что делать, как жить. У него появляется уже устойчивость. И четвертая стадия, четырнадцатая стадия — рост, развитие человека. Как мы с вами разобрали вот эти вот все стадии стресса. И я хочу вернуться к нашей лекции сегодня и немножечко от... Какая песенка? Мы же разобрали с вами все. Теперь песенка. В древней культуре Бога сравнивали с Солнцем, потому что Солнце Земле дает все. Оно дает возможность расти, развиваться. Оно дает тепло. Оно дает притяжение. Ну то есть все. Солнце дает все Земле. Все, что нужно. В этом древней культуре Бога с Солнцем сравнивали. И... А душу маленькую с искоркой Солнца? И вот в ведах как описано, как пока искорка летит от Солнца, ей нравится же от Солнца лететь. Она сама сияющая, и она от Солнца летит. Она гаснет постепенно. То есть ее жизнь становится хуже. Но когда искорка поворачивает спять, вопреки законам природы, начинает не для своих желаний жить, не для того, что мне хочется делать, жить, а начинает жить по Священным Писаниям, начинает жить вопреки своим желаниям, и действует так, как не хочется мне, а как хочется Богу, потому что Он через Священное Писание сказал, как надо правильно жить, тогда эта искорка поворачивается к Солнцу назад и летит туда, куда никто не летит. Все люди вокруг удивляются. Ты чего так живешь? Зачем? Чего себя мучаешь? Делай все, как все. Наслаждайся жизнью, расслабляйся. Зачем ты себя ограничиваешь в чем-то? Нет смысла. И эта искорка говорит, нет, мне нравится именно так жить, потому что я испытываю огромное счастье от этой жизни, потому что эта искорка начала разгораться. Когда искорка к Солнцу летит, она же разгорается, правда? Она становится ярче. Поэтому в детских песнях все это объясняется нам. Мы, вернее, сами это все знаем в сердце и в детских песнях объясняем детям. Хотя сами ничего такого не делаем часто. Давайте послушаем такую песню, которая вот все правильно объясняет. Осталось только это сделать самим еще. Звучит песня. Видите, это аллегория за Солнцем следом. Означает за Богом. Развернись назад. Не иди от Солнца, иди к Солнцу. Иди туда, где светит. Иди к святости, иди к законам жизни правильным. Не иди к своим желаниям, своим интересам, своим целям каким-то в жизни. Иди к Богу, туда, где свет. Иди туда, где настоящая жизнь, настоящая сила, настоящая победа. Когда человек поворачивает свой взор к Солнцу или к Высшей Истине, к Высшей Любви, к Высшему Знанию, у каждого свое представление о Боге, то человек, первое, что происходит с ним, он наполняется, он становится наполненным. У него в сердце появляется очень сильная удовлетворенность. Глубокое, глубокое такое счастье, это первый признак. Он чувствует себя очень глубоко, глубоко удовлетворенным, глубоко счастливым. И если говорить о том, кто может простить, кто может принять, кто может терпеть, кто может понять, кто может быть добрым, только человек наполненный, заполненный. Когда человек нервничает, он не может ни простить, ни принять, ни понять. Он сам иссощен, не умер сил. Почему одна мать благословляет своего сына, у тебя все будет хорошо, а другая плачет, когда он уходит в какие-то, допустим, трудности в жизни? Но та, которая плачет, она не наполненная. У нее самой на жизнь не хватает. Еще тут еще одна проблема. И она плачет, потому что ей плохо. А та, которая наполненная, благословляет, однозначает, отдает свои силы. У нее хватает. Чувствуете, да? Поэтому дорога добра означает наполниться самому сначала. Часто люди думают, что я должен сейчас делать. Близистому человеку плохо, он в виде. Что я должен сейчас делать? Чаще всего люди думают, что я должен сейчас ему отдать все, что у меня есть. Это неправильное мышление. У тебя ничего нет. В результате человек становится истощен, у него нет сил даже подумать. Он все, что мог, отдал, у него больше ничего нет, он истощен. Это неправильное мышление. Дорога добра не эта. Дорога добра означает настроиться на то, что наполняет. Когда человек наполнился внутри, связь с близкими через сердце протекает. Для того, чтобы им помочь, нужно настроиться на того, кто твой сердце наполнит. Поэтому, когда человек наполнился сам, дорогой добра идет, тогда следующий куплет. ПЕСНЯ Когда человек не наполнен, он постоянно суетится. Он бегает, бегает, ищет наполненности. Он ищет себе счастье. Он бежит туда, ему не хватает квартиры, ему не хватает машины, ему не хватает отношений, не хватает возможности воспитывать ребенка. Ему всегда что-то не хватает. Это означает, что он изнутри не наполненный. Он не может принять судьбу. Он или бежит в будущее, как ждет, когда у него все будет в жизни. Или он бежит в прошлое, когда видит, что ничего не получится. Он когда скучает, тоскует, опять страдает. Но наполненный человек, он успокаивается. Вот, допустим, смотри-ка, я приведу такой пример. Вот человек не наполненный ждет, когда дадут зарплату на работу. Или когда закончится смена. Он ждет. Всю работу ждет, ждет. Когда она кончится смена. Почему? Потому что он хочет убежать, чтобы быть счастливым. Когда он дома, ему же легче. Поэтому он думает, ой, скорее бы домой. Когда зарплату дали, тоже легче. Но счастлив, на самом деле, тот, кто принимает судьбу. Да даже в мелочах, вот в мелочах познается. Я просто много-много летаю, самолет для меня как дом родной. Понимаете? Я когда в самолет сожжу, ну, думаю, ну, наконец-то я дома. Меня спрашивают там соседи, говорят, что ты тапочки одеваешь, шапочку какую-то. Говорят, да я дома. Чего с ботинкой-то сидеть? Ну и вот, смотрите, интересно. Когда в самолет люди садятся, надо в самолет заходить последним. Зачем торопиться? Лучше сидеть не на вибрации в самолете, а сидеть просто на стуле, на обычном. Правда? Но все бегут быстрее сесть в самолет. Зачем они бегут? Из страха просто и все. Нет другой причины. Неужели самолет улетит без тебя? Тебя даже могут персонально вызвать, если хочешь. Ну, не надо, конечно, до этого доводить, но так или иначе, как бы, можешь зайти последним. Я всегда захожу последним в самолет. Теперь, когда надо выходить из самолета? Тоже не надо торопиться. Все встали, стоят. Знаете, я засекал, люди стоят примерно 15-20 минут до того, как выйти. Так можно посидеть, чего париться? Все равно в один автобус зайдем, понимаете? Я просто о чем говорю вам сейчас? Я вам говорю сейчас о мышлении человека. Но точно так же человек ждет, когда закончится работа. Так мог бы в это время быть счастливым? Или человек пришел на остановку и вот так. Начинает глазами притягивать автобус. Как будто от этого он быстрее прибег. Вот это ожидание означает мне неполноценность. Но пожелаю всем счастья на остановке в это время. Чего паришься? Не могу. Ждется. Вот это ждется означает, что у человека нет Бога в сердце. Он ищет себе счастье, изнемогая. На работе надо принять судьбу. Вот ты как бы пришел на работу и работай, принимай судьбу. Я вот очень благодарен своему прапорщику в армии. Меня мучил, пока я не принял судьбу. Как только я расслабился, он перестал меня не мучить. Он видел, что мне не нравится в армии. И мучил меня, мучил, пока я как бы не решил, что мне нравится. Решил он меня встал в покое. Я принял просто, принял. Я в армии живу, все. А то дни считал, там часы, насечки, там всякие. Зачем? Живи в армии просто и все. Расслабься. Но невозможно просто расслабиться. Человеку нужно счастье, он должен быть наполненным. Для этого нужно наполниться сначала изнутри. Когда человек к Богу идет, к солнцу, он наполняется изнутри. И первый признак такого человека какой? Он оставляет свои заботы, падения и взлеты. Ну, упал, ничего страшного. Взлетел, тоже не надо сильно радоваться. У меня был такой случай, одна пациентка. Ну, у нее и сахарный диабет. Не было у меня случаев, чтобы я вылечивал инсулино-забисимый диабет. Ну, людям помогаю, потому что это все равно лечение как-то лучше им делает, им полегче жить становится. Ну, там какие-то осложнения проходят. В общем, я ее взялся лечить. Она прибегает, говорит, Олег Геннадьевич, сахара нет, я инсулины не употребляю, не колю. Сахара нет, все в крови, все, у меня вылечился диабет. Я говорю, вы успокоитесь вообще-то. Она не слышит меня, кричит, а-а-а, меня вылечился диабет. Я говорю, успокойтесь. Раз в 10 ей сказал, она вообще не слышит меня, побежала домой. Прибегает через два дня, говорит, сахар. Все. Почему? Потому что она слишком много счастья испытала от здоровья. Здоровье береги, не обращай внимания на него. Здоровый, слава богу, зачем это, кричать об этом? Кричишь, значит, наслаждаешься лишнего. Она как бы перенаслаждалась, и все, и я не смог дальше сделать то же самое, что ей помогло, ничего не работало. Ты знаете, вот штангу поднимаешь, допустим, поясница заболела от излишнего веса. Хорошо. Доктор вылестил поясницу, мышление не изменилось. Человек поднимает дальше, еще больше, больше штангу, пока опять поясница не заболел. Но то старое лекарство уже помогать не будет, потому что оно предназначено было для меньшего веса, чем этот, понимаете, о чем я говорю. Вот если ты поднимать меньше будешь вес, тогда это лекарство старое тебе будет помогать, но ты не хочешь меньше вес поднимать, тебе надо больше поднимать. Так люди всю энергию лечения часто забирают просто в то, чтобы делать больше дел. И энергия лечения не идет в лечение в результате. Поэтому человек должен успокоиться просто. Первое, что человек должен сделать с собой, когда он в молитве живет, он должен научиться быть спокойным и умиротворенным. Означает принять судьбу, оставь свои заботы. Заботы оставить невозможно, их можно только принять. Когда человек принял заботы, его расслабило. Не принял, не расслабил. Надо принять мужа, принять жену, принять своего ребенка. Вот такой, как есть. И это называется дорога добра. То есть вот она, дорога добра. Что касается веры, как это работает, это сила веры. Вы знаете, как через молитву работает много фильмов. Сейчас показывают про святых людей, как святой человек может побеждать судьбу. Посмотрите, поизучайте. Я вам сейчас включу одну песню, которая показывает, как человек, даже который не верит в Бога, может быть защищен верой, чистым восприятием другого человека. Просто чистым восприятием это помогает, спасает от смерти. Потому что Бог действует также через сердца людей. Если мы чисто и светло воспринимаем человека, то Бог начинает действовать. Поэтому очень важно святость видеть. Учиться святость в близких людях видеть. Видеть вообще во всем. То есть стараться видеть Бога, присутствие во всем. Если я святость вижу в близком человеке, тогда я становлюсь верным ему. Чистоту. Увидел чистоту. А чистота есть в каждом человеке. Это всегда одного.